Республиканский конкурс и России, а также партнеров конкурса. Сегодня конкурс 50 лучших инновационных идей – это площадка, на которой юный талант находит свое признание. Победителей конкурса наградили в следующих номинациях. Перспектива, старт инноваций, цифровая экономика, проекты национальной технической инновации, патент года, наноимпульс, инновации в образовании и социально значимые инновации. Одним из победителей номинации «Перспектива» стал студент Химического института КФУ Марсель Нуриддинов за разработку методики проведения трассерных исследований с использованием флуоресцентных индикаторов. В моем проекте рассматривались 3-4 отдельных индикатора, и под каждый нужно было подбирать различные светофильтры на приборе, то есть и настраивать параметры излучения, соответственно провести уже анализ на спектрофлориметре, заранее еще подготовить все растворы, нужно было подобрать пропорции необходимые, чтобы прибор выдавал хороший результат, чтобы это было приемлемо, и можно было потом встроить программу в Excel и, собственно, интерпретировать уже в графике конечной. Сотрудники Казанского федерального университета отличились и в номинации «Инновации в образовании». Победителями из КФУ в ней стали 4 заявителя. Кирилл Яковенко с проектом «Реверсивное наставничество. Цифровой аспект». Ильнас Манапов, который рассказал об организации по популяризации квантовых вычислений Q-Russia. Эльмира Ибрагимова представила проект использования татарских, русских, английских паремий в цифровом формате при изучении литературы в полилингвиальной школе. И Марина Солнышкина с образовательной агрегат платформы «Вербальный интеллект. Как зеркало развития личности». Тот проект, за который нас наградили, это на самом деле тест на вербальный интеллект. К сожалению, в нашем образовании оценку словарного запаса школьников и тем более взрослых студентов и ученых до этого никто не производил. Тем более никто не автоматизировал. Мы считаем, что нам удалось сначала создать большой корпус, потом создать списки частотности, а потом разработать методику оценки словарного запаса или вербального интеллекта. И этим мы очень гордимся. География конкурса в этом году распространилась не только на республику, но и на другие регионы России и даже зарубежные государства. За 19 лет проведения конкурса в фонд поступило свыше 29 тысяч заявок. Более 2,5 тысяч заявителей стали победителями. Многие из них успешно работают в самых разных отраслях от сельского хозяйства до медицины. Кристина Текина, Александр Кузнецов, Универновости.